Вот это английский! Здравствуйте! И настало время разобраться с числительными. Вроде как никакой особой сложности нет. Все умеют считать, например, с 1 до 10. Тут справятся даже люди, которые вообще не знакомы с английским. Но, как ни странно, даже в этом можно найти парочку подводных камней. Давайте же посмотрим. One, two. Легко. Ничего особо. Нет никаких сложностей, кроме как two. У нас не произносится вот это w, которое пишется. Two, two. Мягко. Two. One, two. Далее. Three. Три. Вот это числительное косячат практически все. То есть тут мало людей, которые грамотно его произносят. Сразу давайте разберемся. Читается оно, начиная с т. Т. Язык между зубами. Т. Прям вот никогда не стесняйтесь, когда говорите вот это сочетание звуков, которое требует языка между зубами. Никогда не стесняйтесь прям откровенно делать вот так. Т. 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 Потом, если в начале оно у вас и может выглядеть как-то вычурно и прямо на показ, потом со временем оно станет естественным. Но не пренебрегайте этим моментом. Всегда говорите Т. 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 Ри. Т. Ри. Так вот, в числительном три нам надо и одновременно сказать это Т. 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 Вот это. И сказать картаву Р. Р. Три. 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 Ну не картаву, она немножко другая, но тем не менее. Тут две сложности. Два момента, которые не похожи на русский язык. Три. 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 Попрактикуйтесь. И со временем вы поймете, насколько неестественно звучит, когда люди говорят там сри, например. Вот, ну, неестественно, некрасиво, и вам это не надо. Лучше выучите сразу. Далее. Три. Фор. Фор. Четыре. Понятно. Пайф. Понятно. Сикс. Севен. Эйт. Найн. Тен. А, вот. Тен. Давайте тут сразу договоримся. Мы говорим ее с небольшим придыханием. Придыханием. Тен. 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 Сравните. Тен. 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 Твердо звучит по-русски. И тен. Тен. Десять. Тен. Уже как-то по-другому. Поблагородней, более по-английски. Тен. Элевен. Твелф. Тоже. Ну, твелф. Твелф. Просто потренируйтесь, за мной повторите. Твелф. 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 Все. Как-то больше тут никаких нет проблем. С одного до двенадцати нужно просто выучить, запомнить. Далее. Начинается самое интересное. С тринадцати по девятнадцать. Вы сейчас поймете, почему я именно так выделил этот отрезок числительных. Давайте я вам сначала его прочитаю, а потом объясню, в чем прикол и как его легко запомнить. Тиртин. Фортин. Пифтин. Сикстин. Севентин. Эйтин. Найнтин. Все. Пока стоп. Вот это было с тринадцати по девятнадцать. И давайте сразу же сюда же мы впихнем с тридцати по девяносто. Потом опять же объясню, почему. Тиртин. Фортин. Фифтин. Сикстин. Севентин. Эйтин. Найнтин. Вот так. Теперь мы видим два столбика рядом друг с другом. И давайте разберемся, в чем они похожи, в чем они отличаются. Как раз и навсегда не путать между собой вот эти, допустим, форти и фортин. Вот постоянно люди очень сомневаются в этом, очень путаются. Предлагаю запомнить вот так. С тринадцати по девятнадцать молодых людей в этом возрасте называют тинейджеры. Тин. Тинейджеры. Не просто так, а потому что как раз-таки вот этот возраст с тринадцати по девятнадцати, эти числительные имеют окончание тин. А слово эйдж переводится как возраст. Получается тинейдж. Тинейджер. Человек, которому... возраст которого заканчивается на тин. Тиртин. Фортин. Фифтин. Сикстин. И так далее. Поэтому он и тинейджер, потому что он в возрасте тин находится. В том, в котором заканчивается на тин. А вот когда уже twenty, thirty, forty, короче, с двадцати и далее, уже как-то... уже жизнь не такая длинная, не такое длинное окончание требуется, как у тинейджеров. Тин. Тин. Какое длинное... Сколько лишних звуков, букв. А со временем уже столько не надо. Уже можно сократить до ти. Twenty, thirty, forty, fifty и так далее. Уже не надо тин. Уже ти. Вот. Таким образом запомните это. И все. Получается... Далее. Как нам сказать двадцать один? А также и сказать, как по-русски, 21, даже 22, 23, 24, 25 Никакой сложности С 20 и по 90 просто прибавляем к двузначному числительному Однозначную там единицу, которую мы хотим добавить 55, 68 и так далее Нет смысла даже перечислять Без всяких там вставок, как по-русски Далее, как будет сотня? 100, одна сотня Как нам сказать 101? Тут уже мы добавляем and Мы не можем сказать, как по-русски, 101 Нам нужно сказать 100 и 1 100 and one То же самое и если мы хотим сказать, допустим, 115 Мы должны сразу после сотни Запомните, как только слышите hundred или говорите hundred Сразу лепите and One hundred and five One hundred and fifteen One hundred and forty-five One hundred and sixty-nine Неважно, сразу после сотни лепите and Hundred and Запомните это После hundred у нас идет thousand, тысяча Опять в начале th Внимательно запомните это Thousand И как мы говорим теперь Тысяча Допустим, 1135 One thousand, одна тысяча One hundred, одна сотня And And thirty-five Помните, да? После сотни всегда and Давайте теперь повыше числа поставим Five Допустим, пять тысяч Там сколько-то Five thousand Six hundred And Seventy Two Вот Тут нужно еще обратить внимание, что нам не нужно говорить Тысячи и сотни во множественном числе Они у нас остаются в единственном То есть даже когда мы говорим пять тысяч Мы не говорим пять тысяч, да? Мы говорим пять тысяча дословно, если переводить с английского Five Thousand Не thousands А thousand просто Это был урок по количественным числительным Мы научились говорить сколько чего-то Сколько по количеству В следующем же уроке мы научимся говорить порядковые числительные Порядковые Это, допустим, как в шеренге, да? Там в строю в армии Первый, второй, третий, четвертый Мы научимся говорить какой кто по счету То есть сейчас мы научились говорить количество предметов В следующем уроке мы научимся говорить счет предметов Первый, второй, третий, четвертый и так далее Спасибо огромное за просмотр Вступайте обязательно в группу ВКонтакте Там вы можете найти дополнительные таблицы И всякое Я там пишу некоторые посты интересные Можете почитать, вступить в группу Также, если вам понравилось видео Обязательно лайкните его И нажмите на колокольчик Чтобы получать уведомления о новых выпусках Спасибо огромное за просмотр До скорого! До скорого!